Я проповедовать второй раз не буду, но сейчас мы будем делать презентацию как слайд-шоу. Хотели просто представить то, что мы делали там на Украине как команда и рассказать. Так что, пожалуйста, операторы, если вы готовы. Готовы? Хорошо. Просто немножко о том, что мы делали. Если можно, для хора включить на этот экран фотографии тоже, потому что видно и не видно. Не знаю даже где начать, но как вы знаете, что 13 августа мы выехали командой 9 человек. Вообще-то вместе там были 9 человек. Некоторые разными путями туда добирались, но на том месте на Украине мы встретили все в Киеве. И на поезде, который ехал где-то 9-10 часов, приехали в Краматорск. Из Краматорска мы там были полдня, и нас перевезли с миссии Агапы в Новое Маячко. Это село, которое около где-то часа езды в это село от Краматорска. Какое было наше служение? Интересно, потому что есть разные миссионерские поездки, есть разные труды. Иногда человек выезжает сам, и он едет там в какую-то даль, на край света. Есть люди, которые выезжают, и они делают как бы евангелизации по улицам. Я знаю, что этой зимой выезжала команда тоже, из которой некоторые члены были из нашей молодежи, и некоторые из другой церкви. И они делали больше как бы евангелизацию, они ездили по селам, как я помню и понимаю, и просто проповедовали Евангелие, пели песни, и так служили словом. Наш труд был с детьми в начале, в первой неделе. Это фотография на местности, где санатории, где дети из различных интернатов по Украине приезжают сюда и просто отдыхают. Можно следующую фотографию. Дети, они сироты, вообще-то не все сироты, но они все как бы попадают в интернат, потому что или их забрали от своих родителей, или родители отказались от них, потому что они не могут за них просто заботиться, потому что они или в алкоголе, или в наркотиках. Так что эти дети, они попадают в эти интернаты, и вот один или два раза в год они приезжают сюда, сюда на этот санаторий. И какой был наш труд? Интересно, что там нам даже сказали, что там евангелизировать нельзя, там только, там как бы нельзя привести кого-то к покаянию. Там интересно, что были такие, поставили такие как бы рамки, в чем нам надо было как бы оставаться. Но мы поступали как можно больше, чтобы что из сердца выходит, так мы и поступали. Еще интересно, что многие дети, они уже знают о Христе. Мы не приехали, и мы как бы планировали, мы думали, что эти дети, они будут первый раз услышать о Боге. И когда мы с ними разговаривали, то мы просто увидели, что многие из них уже знают о Христе. Некоторые истории мы начали рассказывать, они уже как бы дополняли, они остальное как бы добавляли. Так что этим детям это не то, что надо было им рассказать, кто такой Христос, а просто как бы с ними пообщаться, сблизиться с ними, и просто провести время и показать своей жизни, что мы христиане, мы люди так, как они, но мы любим Бога, и просто как бы провести с ними интересное время. И в этой фотографии дети делают сценки, мы разбились на три группы и делали сценки. Это Соломон наш сидит, можно следующую фотографию. Это тоже было, просто время было, иногда мы пели песни, иногда было общение какое-то. И в этой фотографии один мальчик мне показывал его, у него такая сумочка или такой уалет был, кошелек. И он открывал его и показывал, что в нем. И там фотография, я спросил у него, а кто эти люди? Это была пара людей, вроде бы муж и жена. Я говорю, это твои родители? Он говорит, а, это родители моего друга. И вот этот мальчик, он держит в своем кошельке фотографии родителей, которые даже не его. Вот такие дети, они желают, чтобы кто-то их любил, чтобы получить какую-то любовь. Это одна из девчонок, оттуда, можно следующая. Дети очень любят плести волосы, очень-очень много. И это было интересно и для нас, и для них. Можно следующая. Вот такие дети, простые. В чем как бы наше было, это мы с ними были неделю, протяжении недели. И как проходили наши дни, мы выходили как бы утром и с ними встречались, пели песни. Немножко как бы для них пели песни, а потом они вместе уже с нами пели песни. Потом мы пытались как-то играть какие-то игры, групповые игры. И тоже проводили какие-то уроки, библейские уроки, разбивались на команды и просто проводили время друг с другом. Вот такое было служение с детьми. И тоже мы старались им как бы раздавать или конфеты, или мороженое, потому что как бы в этом тоже нужда есть. И под вечерами мы ходили до, если можно назад, вроде бы назад, там где бегали. Да, вот это мы уже на другом корпусе, это одно место, но в другом месте, как бы 2 blocks away, как бы немножко ходьбы, там собирается уже молодежь. Тоже один санаторий, но здание отдельное. И там уже были повзрослее подростки и молодежь. И мы тоже с ними просто общались, просто играли с ними в футбол, разные игры. И тоже старались найти момент, когда можно послужить им или как-то рассказать им о Боге. Можно следующую. И следующую тоже. Как я говорил, они очень любят как бы плести волосы и интересные такие делать. Не знаю, как сказать. И тоже как бы очень было трудно иногда их собрать. Мы с ними пели песни, были у нас по вечерам как бы Bible stories, разбирали слово немножко. И как будто ячейку проводили. Но это было очень трудно, потому что они очень быстро, их внимание, оно очень быстро теряется. И как бы это было очень тяжело. И вот вы видите, это дети простые, дети, которые просто, им тоже хочется поймать фан, просто погулять, поиграть. В этой фотографии это просто напоминает, что они очень любят играть в футбол. Вот этот в белой футболке, он один из воспитателей этого места. И интересно, что у них, ну этот человек, он мог поиграть в футбол, а потом через пять минут выйти и там покурить сигарету. И вот такие как бы примеры показываются этим подросткам, этим детям. Они тоже играют, одну минуту играют в футбол, а потом говорят, а подождите, мне сейчас надо отойти. И они там идут. И воспитатели, они как бы отворачиваются от этого, но дети там такими вещами занимаются в стороне. И вот так они и живут. Можно дальше. Это одна из местных, вот эта тетя в голубой футболке, она одна из местных христиан, христиан в том селе. Она нам очень хорошо помогла, поддержала. И как бы пока она нам подсказывала в многих вещах. У нас каждое утро было как бы собрание вместе, наши команды. И мы планировали наш день, как он пройдет, что мы будем делать. И она очень как бы помогала, потому что она нам могла сказать, ну подождите, вот вы сказали вот это, вот это. Но как бы местные здесь, они могут вот так поступить. Или у них расписание вот так будет. И как бы в этом, в том, что мы не могли даже, ну мы не проводя там никогда никакое время, мы не могли знать такие вещи, которые она знала. Так что она очень была нам благословением. Как я сказал, то мы в этом месте, это уже как бы вторая часть нашей поездки в этой фотографии. Но с детьми, с подростками мы могли просто провести время в общении. И просто послужить им и словом, когда можно, и пели песни с ними. И у нас один вечер было тоже question and answer, как бы вопросы и ответы. И они, мы давали им один день, чтобы они задавали вопросы. А второй день мы как бы приготовились и отвечали им на ответы. После многого труда, неделя, если бы мы три недели там полностью без конца работали, это очень тяжело, то попалось такое время, что у нас была как бы остановка в одном месте, возле Черного моря, и мы могли приехать на отдых там где-то пару дней. И там собирались все центры миссии Агапы. Вообще-то вся эта поездка, она была с поддержкой миссии Агапы. У них водители, их не нас возили, они находили нам места, куда нам поехать, где больше нужна помощь. И в этой фотографии есть представители миссии Агапы. Да, есть вот и Федорчук там. И здесь разбиты люди с разных центров со всей Украины. Это люди, которые, они просто, у них есть дом, и в этом доме они как бы не ухаживают, а просто они являются как бы отцами или матерями, где подростки и молодежь, которая учится уже в училище или в каком-то техникум, они как бы просто являются им как домом. И туда приезжают эти дети и живут с ними. И вот это такой центр адаптации называется. А это тоже фотография перед тем, как мы уезжали уже на последний день. Мы там были только практически два дня. Вот этой фотографии можно остановить. Каждый центр делал свои представления, откуда они, потому что собралось много людей. И вот к этой группе мы и поехали в город Краматорск из Донецкой области. И вот этот в синей или в голубой футболке, это Максим, это отец. И с правой стороны это Лена, это его жена. Она была сиротой, она жила на улице, вроде бы почти 12 лет жила на улице. И у нее очень интересное свидетельство, она покаялась. И у Максима тоже интересное свидетельство. У него были проблемы с ногами, что он не будет никогда в жизни ходить. Но они теперь верующие все. И Лена покаялась, и Максим, они вместе, просто как бы как семья, они приняли вот этих три мальчика, которые стоят посередине. Это Вадим, Сергей и Игорь. И мы до них и ездили. Так что можно следующую фотографию. Вот мы приехали в этот дом. Этот дом, который куплен с финансами из нашей церкви. Пожертвовали члены. Можно следующий. И это, вот это здание, оно называется центр, как бы центр адаптации. Или центр, где эти дети, они просто живут. Это просто семья, там ничего особенного нет. Это просто дом. И он был не в самом лучшем состоянии. Вообще-то очень плохо. Многие стекла были трещены. И некоторые, может быть, даже разбиты. И можно следующую. И вот это внутри, вот так смотрелось в доме. Вроде бы кто-то обклеил обои, но вот так оно и смотрелось. Много было вот таких вещей, где просто ободрано. И даже было, где вода протекала, и обои как бы снимались. Вот такое. Можно следующий тоже. Так что наш труд был там. Это тоже было благодаря тем финансам, которые вы пожертвовали перед тем, как мы уехали туда, на Украину. Вот этот труд, эта физическая работа, и материалы, и финансы, чтобы приобрести, как бы, supply за эти вещи для труда, это все от нашей церкви, которая помогла, которая собралась. Так что это, что вы видите, это ваш труд. Это ваша помощь и ваши молитвы. Можете остановить на этой фотографии. Это из местной церкви там. Молодежь приезжала, тоже помогала, потому что мы не специалисты в стройке и ремоделинг, и всем этом. Мы просто, мы приехали и делали, что могли, и помогали и финансово, и в труде. Но тоже были, как бы, специалисты, кто там двери вставлял, кто по электрике, и приезжала молодежь местная тоже, и помогали. Это была очень тоже большая поддержка для нас, что мы могли с ними общаться, что другие христиане, ну, половину вокруг мира, и, как бы, родные свои. Можно следующие. Вот это их кухня, где живет Максим и Лена. И вот эта, есть у них печка, она была поломана, духовка вообще не работала. Холодильник тоже там тек, он то работал, то не работал, и было время, когда вообще света не было, то пищу вообще невозможно было, как бы, держать холодной. И можно вернуть еще на секундочку? И вот этот стол, который видно в угле, это просто досочка, накрытая скатертью, такой пластик. И когда мы ели, мы там завтракали каждый день, и, ну, там такое было, что ты локти поставишь, и стол может чуть-чуть подняться, то мы, как бы, старались в одно время, ну, облокачиваться на этот стол. И подальше я покажу еще фотографии, как мы, как бы, помогли в этой ситуации тоже. Вот это холодильник. Холодильник, это один человек в зеленой футболке, это водитель, который нам помогал и очень, очень нас поддерживал в труде из миссии Агапы. А то Лена стоит, жена Максима, который там живет. И вот это они устанавливают холодильник. Вот стоит новая печка, гладитель, ну, доска, чтобы гладить одежду, новый холодильник и морозильник там внизу, и новый стол. Вот это вещи мы приобрели благодаря вашими финансами. То, кто жертвовал на этот труд, вот это ваша, как бы, ваш труд, вот он является на этих фотографиях. И они очень-очень благодарили, даже почти, ну, даже со слезами говорили, что, когда мы уезжали, говорят, что даже, как бы, все, что мы желали, мечтали, видели, что у нас была нужда, это вы все, как бы, приобрели. Но мы не можем это взять себе, потому что это деньги, это финансы были большинство из ваших, из нашей церкви. Можно следующую. И вот это вроде бы на последний день, когда мы уже уезжали, внизу вот это двое из ребят, которые там будут жить и живут уже в этом центре. И с самой правой стороны в серой футболке это Сергей, и тоже он просто будет там жить. И Максим и Лена просто будут, будут им являться как отец и как мать, и будут их наставлять. Это дети, не которые являются, как бы, гарантией, что они христиане. Они просто их забирают в эти центры и показывают им пример. И рассказывают им о Христе, показывают им пример от своей жизни, как жить. И бывает все, они могут, они даже, когда сразу их взяли, некоторые из них еще курили, могли убежать, там, что-то сделать не то. И просто вот такой труд, он очень нелегкий. Можно следующую. Это тоже мы на последний день, приехала молодежь остальная, которая тоже с той церкви, от которой приезжали помогать. И мы просто общались и проводили время общения. Можно и следующую, если есть. Это уже все, да. Хорошо. И просто, что я хотел сказать, что был и труд, было один или два дня отдыха, было пять труд. И это было все благодаря ваших поддержках, вашей молитве. Я знаю, многие молились, некоторые посетились. Я благодарен Богу, что чувствовалось. Многие из нашей команды даже, кто ездил на прежние поездки, говорили, что где проблемы вообще. Кажется, что на каждой миссионерской поездке есть какие-то проблемы, какие-то неполадки, что-то не строится, не клеится. И на этой поездке как бы особенно чувствовалось благословение и в том, что не было такой серьезной какой-то проблемы, какого-то конфликта. И я верю, я знаю, что это благодаря ваших молитвах. Так что спасибо. И мы... Я хочу еще поблагодарить тоже молодежь нашу, кто отсюда из хора, кто из лавок, кто помогал, когда у нас был rummage sale, когда у нас была распродажа одежды, это было много суеты. Это воскресная школа и русская школа, которые здесь... Мы очень много места там забирали. И просто я благодарю, что у всех было терпение, у всех было как бы сердце готовое на труд, и что помогало молодежи носить туда и назад. И приезжали, трудились многими, поддерживали. Так что это тоже ваше дело, которое вы видели, и холодильник, и этот труд, который вы видели на фотографиях, это тоже ваша помощь. Так что мы одна церковь, мы одно тело, и эта поездка не было только девяти человеков, а от всего тела Христова. Так что мы еще сейчас продолжим нашу программу и споем песню. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Все, что мы делали, делали это все во славу Божью. Я хочу прочитать местописание с 1 Коринфянам. Я насадил, а полос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Первую неделю мы проводили время в санатории с детьми и подростками в Новой Маячке. Первую часть дня мы проводили время с детьми. Мы с ними пели песни, проводили библейские уроки и играли разные игры. Во время общения многие дети тянулись к нам, чтобы мы им дали какую-то любовь, ласку и какое-то внимание больше. Но я, как и все мы, я не могу полностью дать им всю ту любовь, которую они нуждаются, и употреблять эту потребность в любви. Но когда Иисус ведет их жизнь, Он сможет им полностью дать эту любовь, которую Он дал мне, чтобы я им давала. Во вторую часть дня мы проводили время с подростками. Многие подростки обрадовались, когда узнали, что к ним приедет молодежь с Америки. Многие ждали с нестерпением нас. Эти подростки очень особые, потому что в детстве у них не было той любви, ласки и внимания. Многие из них уже прожили большие трудности в жизни и уже большие душевные боли. Так как многие дети заинтересовались, когда мы к ним шли, то они уже нас ожидали. Когда приходили, они многие были открыты, чтобы нас слушать, с нами общаться. Когда мы пришли туда, я заметила одну девочку, она нас избегала и пряталась в первых несколько дней. Ее звали Елена. Потом уже где-то примерно на третий день, когда мы пришли, наша группа вся имела field game. И все пошли играть. Почему-то я задержалась позади всех. И в этот момент эта девочка вышла из дома, и она подошла к мне и говорит, давай я тебе заплету косичку, которую на фотографии вы видели, которая заплетала такую косичку необычную. Ну и она начала заплетать. И когда заплетала косичку, в это время у меня получилось с ней начать разговор и знакомство. Она начала рассказывать о себе, ну сколько ей лет, что она живет уже в интернате с самого детства. И она живет там, в интернате с самого детства. Дальше она начала рассказывать за это место, за санаторий. Она рассказывала, как они, многие не хотят там быть, но они должны быть, потому что должны пройти курс лечения. И она рассказывала, как она уже не один раз убегала из этого санатория. И она просто бежала, просто куда-нибудь убежать, чтобы там не быть. И она не знала, куда бежать. Дальше бежала, уже рассказывала, как она пробежала уже два села после, в котором они селе находились. Но все она ее находили и привозили назад. Так, что ей уже сейчас надо до конца дойти этот курс лечения, то она, ну как, сказала, что она будет смиряться, просто чтобы там добыть до конца время. Ну и когда она закончила плести косичку, почему-то наш разговор окончился. На другой день, когда мы пришли туда, она была в этот момент на улице. Она мне запалась в memory, потому что она там стояла и просто смотрела вдаль. Ее взор был направлен очень далеко, и просто в ее глазах была видна боль, которая в ее душе. Позже мы смогли с ней еще больше разговариваться о ее семье. Она знает, что у нее есть старший брат и сестра. Старший брат только у нее окончил армию, и она надеется, чтобы он ее забрал с интерната. Но она точно не знает, если он ее заберет оттуда. Да, и она рассказывала еще про интернаты, где она живет. Там их находятся 13 девочек в одной комнате. И она рассказывает, что у них ничего личного нет. Все это для всех, потому что все вместе живут. Многие хотят и стараются из интерната, санаторий со всех убегать. И она также одна из членов, которая хочет оттуда быстрее уйти и избежать этот интернат. Потом мы когда опять, ну, уже неделя проходила к концу, мы опять пришли. Я заметила, что она уже выходит, как со всеми другими детьми, уже обрадовалась, что мы начали приходить к ним, и что она нас встречает тоже. Я поняла, как себе, что уделив ей больше внимания, она открылась и... She got really happy that somebody, кто-то ей внимания уделил больше. И это, как бы, я поняла, что, так как я больше внимания ей уделила, она больше откроется, чтобы слушать то, что благовестие, которое мы привезли к ним. Наша цель была сеять семья, а Бог дальше будет возрастать его. Аминь. Когда я первая приехала на Украину, я увидела, как все там очень другое. Особенно люди. У них такая другая одежда и культура, и все. Но когда я начала с ними общаться, то поняла, что они нуждаются в том же самом, что мы нуждаемся. Любви, ласки, заботы. Но, к сожалению, с теми, кто мы работали, они не имели это в детстве своем. Их никто не любил и не заботился. И куда наше первое место, что мы поехали, это в селе Новая Маячка. Нас дети сначала просто облепили. Было очень грустно смотреть, как простые вещи, например, запечатанные влажные салфетки или жидкое мыло, их так удивляло. Было грустно и тяжело видеть, как на матрасах такие были надписи, как «Мама заберемена отсюда». И как воспитатели, ругаясь, называли их «чудо без матери». Мальчики, подростки, выглядели такие маленькие и милые, но курили и матерились. И вообще, особенно подростки выглядели, как сначала нам казались, очень дикие. И мы думали, что нам будет тяжело с ними подружиться. Но как-то нам Бог дал с ними подружиться. И один день, как мы все играли игры и общались с подростками, одна девочка подошла ко мне и Альвине и попросила, чтобы мы пошли в ее комнату. Ну, мы с ней пошли, и там она просто нам начала открываться. И мы с ужасом слушали, как она рассказывала о ее жизни, как ее отец повесился и оставил детей маме, которая, к сожалению, была алкоголичкой, и ей было все равно о детях. Эта девочка была самая младшая в семье, и ей было самое тяжело из всех. Мама в одно время хотела ее продать за алкоголь. И в конце она оказалась просто в интернате. У нее братья и сестры старшие есть, но им все равно просто о ней. И я, когда слушала это, просто я не знала, что можно даже на такое ответить. И мне слов не было, но я мысленно начала молиться. И я просто предложила ей помолиться с нами. И она с удовольствием согласилась помолиться. И как мы только начали молиться, еще одна девочка зашла тоже. И она, видя, что мы молимся, с нами тоже стала. И мы все вместе начали молиться. И это девочкам так понравилось. Они попросили нас каждый день с ними молиться до того, как нам надо уезжать. И к концу еще один даже мальчик до нас присоединился. И одна девочка сказала, что начнут ходить в дом молитвы. Просто эти моменты показывают, как Лиля сказала, что сеется семья. И может, как они перед нами не падают и каются, но все-таки может один день Господь позаботится, чтобы эта семечка выросла. И я просто видела большую и срочную необходимость евангелизировать этим детям, потому что они не знают этой любви, которая совершенная. И просто если они не познают Христа, они будут всю жизнь эту любовь искать и будут дальше рвать их надорванные сердца. И просто я поняла, какое это благословение жить с Богом, потому что жизнь без Бога такая грустная и жалкая и жестокая. И позже мы познакомились уже с взрослыми циротами, которые покаялись уже. И это было так прекрасно видеть, что Господь может с того, что просто мусор для других людей, для их родителей, они были как просто мусор, но Господь их взял и позаботился, чтобы они стали его драгоценные сокровища. И поэтому я вижу важность в этих поездках миссионерских, потому что через них мы можем давать детям и старшим людям шанс на счастье, и когда они только знают в жизни боль, и шанс увидеть эту совершенную любовь. Аминь. Приветствую вас, Церковь Божья. Я хотела бы начать свое свидетельство с стишка, который записан в Римлянах, 12 глава, 4 стих. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. Я сама член в церкви из города Сиэтла, и я присоединена к этой команде, можно сказать, за месяц, за полтора я узнала, что они едут. И это не моя первая поездка на Украину, это уже четвертый раз у меня. И то, что девчонки делились, оно истинно так. У меня была возможность и работать и с детьми, которые очень нуждались в этом внимании. Просто в любви, просто в общении с ними. И также последних пару лет с миссией ГАПы мы трудились с подростками. Уже те, кто учатся уже больше старшего возраста, они живут в этих центрах. И они слышат Слово Господне. Это им не новые учителя с миссией ГАПы. На протяжении уже нескольких годов и на протяжении целого учебного года и летом они работают с ними, и они слышат Слово Божье. И то, когда приезжают группы миссионерские, им просто больше общения с верующими, которые могут на жизни, на примере показать им то, что можно жить для Бога и этим самым служить Ему, и то, что Он не оставит их. И одно из для меня было чудом, и поэтому я зачитала этот стишок, что когда я ехала, я знала, куда я еду, я знала, что это мне Бог положил на сердце. Но для меня было просто удивительно то, что хоть мы с разных штатов, и это было, можно сказать, я команду встретила один раз до нашей поездки, мне было чудно то, что как Бог Духом Своим Святым благословлял и дал нам единство в духе Его. И просто, как Он даже самые малейшие проблемы устранял для нас. Даже такая мелочь, что мы приехали в Киев, и нам надо было чемоданы забирать, и это, так как не моя первая поездка, это было самое большое переживание, как мы эти чемоданы затащим на поезд, когда остановка 5 минут. И просто Бог так чудно устроил, что у нас ни один чемодан во время не прошел, и они нам все привезли на машине в Херсон. И так как просто я знала, для меня это было даже чудо Господне, я знаю, это Бог вышел на встречу, потому что вы и наша церковь, вы здесь в Штатах, вы молились за нас, и просто Бог все сам чудно устроил, давал нам единство, и у меня было такое чувство, что я их всю жизнь уже знаю, и что я будто бы с ними в одну церковь хожу. И я также хотела поделиться, мне нравится одно место из Луки, 17 глава, 10 стих, который говорит, «Так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать». И то, что нам Бог дал, это возможность, это Его милость, Его благословение, хоть это Он каждому из нас говорит, что мы должны идти в мир, и нету разницы в Штатах, на Украине, мы должны идти и свидетельствовать, и делать то, что Он нам повелевает в Слове Своем. И я хотела бы вам на конец оставить место списания Колоссянам, 3,17. Это просто пусть вам останется. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря честь Него Бога и Отца. Тот труд, который имеет какой талант, какой труд Бог дал ему, просто несите со всем усердием. Если нет возможности поехать, вы благословляете тех, кто едете. Если вам Бог дал быть молитвенником, молитесь, поддержите. Это самая большая поддержка. А если есть желание или возможность поехать, вы просите об этом Бога, и Он все остальное устроит. Аминь. 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 Продолжение следует...